Всем привет, народ! И мы опять возвращаемся в игру Химический Переполох. В прошлый раз я открыла не все концовки, потому что у меня не было листочка. И спасибо Виктории Энн, если я правильно запомнила, за то, что мне скинуло в комментарии все варианты для концовок. Сейчас мы с вами попробуем их пройти, надеюсь у нас все получится с вами. Я еще за кадром тут попыталась что-то натыкать. Что-то у меня даже получилось, на удивление. Но не сильно много. Так, хорошо, я все записала на листочек, главное не ложануться. Так, давайте с первой концовки. Так, это... Надеюсь у меня мышка не будет жать на два раза, а то она с этим уже зачистила. Что ж раздражает, так это... Ой, ну вот опять на два раза нажала, и что мне теперь делать? Блин, ну ладно, святой рандом. Это было, по-моему, у нас, да? Да, она была. Я не люблю свою мышку за это, за такие вообще вещи. Это раздражает меня в ней. Прямо фу-фу-фу. Я не знаю, когда я уже куплю новую мышку, но уже хотелось бы поскорее. Да, явно пропадает эксклюзивный бариста. Определенно. Так, дальше у нас вот это, это и вот это. Не стать тебе красавицей. Да. Зелье было не слишком сложным в исполнении, и уже минут через 15 весело пофыркивало в котле. Единственное, чего я так не смогла вспомнить, это как правильно его мешать. По часовой стрелке или против нее. Поэтому решила положиться на интуицию. Эс появился неожиданно, когда я уже аккуратно наливала зелье в небольшой изящный флакон. Давай его сюда. Хм. По цвету очень похоже. Неужели в тебе все же есть зачатки разума? И просто бездна изумления на лице. Ну-ну, посмотрим, кто посмеется последним. Промелькнуло в моей голове, а рука тем временем сжала подозрительно быстро нагревающийся флакон и сунула его из орелю. Ого. Ха-ха. Окей. А дальше я увидела ошарашенные глаза эльфа и небольшой локальный взрыв. Под аккомпанемент упоминаний черного пса и прочей нечисти этого мира. Что? Ну ладно. Когда все стихло, я медленно поднялась с пола. Да здравствует инстинкт самосохранения. И осмотрелась. Ху-ху-ху-ху. Перед моими глазами пристала изумительная картина. Слегка подкопченный эльф лохматый... Лохмоти в верхней одежде, которого позволяли оценить стройное телосложение главы абсента. Ха-ха. И что это было? Таким злым и нервным я его еще не видела. Поэтому медленно отступала к открывшейся на шум двери под ярко-зеленым угрожающим взглядом. Эм, фансервис? Ого. Ха-ха-ха. Чтоб на китвы здесь больше не было. Непереводимое эльфийское руководство. Отлично. Отлично. Это хорошая концовка. Мне понравилось. Это должна быть первая концовка, верно? Да, все правильно. Ну, тогда пока идем. Отличненько. Ну, это мышка. Я не буду по 50 раз вводить свой ник, потому что это очень геморно. И сохраняться я тоже не вижу смысла, потому что все равно приходится вводить имя, и я не понимаю вообще-то это смысла. Так, дальше у нас. Так. Так. Ну, тыкайся. Так. Три. Четыре. И это. Тоже должно вроде... Ого, сердечки! Это уже что-то странное. Зелье я приготовила довольно быстро. Когда Эзерель вновь вернулся в лабораторию, экспериментальный образец уже был налить в небольшой флакончик. Осталось только оценить правильность его создания, что эльф... Ни... Что эльфи не переменул сделать, выпив отвар. Не... Не переменул что? А дальше? Эзерель, а может не надо? Я старательно обходила стол в кабинете алхимии, чтобы держаться от эльфи как можно дальше. Кажется, я представляю, какой там будет постер. Просто я заходила в группу Миу Раяна и видела там постер с полуколом Эзерелем. Неужели это будет он? Да, это он. А еще это песня. А, черт, за что вы так сону? Ладно. Ответом не было резкое сокращение расстояния между нами. Блин, я не могу это служить, я с нему наушники. И скинутая верхняя накидка главы абсента. Эй, а как же конфетно-букетный период? Свидание под луной? Или ты все-таки такой нетерпеливый? Это, конечно, всегда. Предпочитаю брать крепости штурмом. Блин, у меня опять мышкой что-то пропустилось. Интересно, ну ладно. Заявил ухмыляющийся эльф на ходу, расстегивая пояс. Заречь, может, не надо? Некоторые из них нуждаются в длительной осаде. О, не зря у меня было подозрение, что настойка из мухоморов для антипростудного зелья... Черт, я не знаю, кто придумывал именно эту концовку, но просто спасибо за нее. А песня так вообще просто топ. Ладно, хорошо, у меня тут уведомление с ютуба вылетело. Сейчас закрою, подожди, все. Все. Давайте еще дальше. Черт, что это было вообще? Ладно, хорошо, дальше у нас третья концовка. Так. Так. Пока у нас, в принципе, все то же самое идет. Дальше. Вот иента, иента. Процесс приготовления зелья увлек меня настолько, что я не слушала, не скрипнувши двери, ни тихих шагов из Ореля, вошедшего в лабораторию. Терзаемая вопросом, на чем же испытать эликсир цветения, предназначенный для оранжереи, Мика, я услышала голос и резко повернулась. Я потрясен, ты все же справилась, даже ничего не перебутав и не разбив. Как всегда, со средной долей иронии высказался алхимик, господи, прости. Надо сказать, я была так ошарашена, столь неожиданным появлением эльфа, что от волнения выронил флакон зелья моего пота, не, нет, стой же, нет, серьезно. Тонкое стекло разлетелось мирядами острых осколков, а жемчужная жидкость окрасила сапоги главы Апсента и пол лаборатории. Кажется, моя фортуна личность привередлива и предпочитает ставить опыт исключительно на данном индивидууме. Поэтому далее мы оба с удивлением наблюдали за тем, как пол химического кабинета превращался в роскошное ромашковое поле. Мило. Нежные цветы умудрились прорасти даже из капель, попавшей на обувь эльфа. О, господи. Сейчас это мне немножечко напомнило тентакли. И всякие такие хентайные аниме. Но не будем об этом. Но основное чудо ждало впереди. В мисс... В месте особо большого скопления зелья пошли огромные трещины, сквозь которые пробивался толстый стебель. Сплющ какой-то прям. Он стремительно захлестнул ноги главы Апсента и продолжил расти, обивая яростно сопротивляющегося Эзореля. Но? Ой, какая милая ромашечка! И вскоре моим глазам предстала огромная ромашка, жмущаяся к алхимику, активно лапающая его подрагивающими листочками и устроившая головку на его плече. Миленько. Ну, Эзорель у нас не любит прикосновения, поэтому... Эльф отбивался, шипя проклятие, а я все никак не могла унять смех. Но это мило! Теперь-то я понимаю, что значит выражение в расцвете красоты. Это миленько, вообще-то. Это было очень мило. Так, что у нас там по концовочкам? Пикап мастер, так, окей. А, сейчас должна быть четвертая, ладно. А в галерее? Ну, окей. Значит, тут еще должна быть одна какая-то плюшечка. Ладно. Едем дальше. Так, четвертая я сказала, да? Такс... Опять та же история. Потом. Такс... Так. И так. Должно вроде получиться. Я тут все вроде просчитала. Готовое зелье выглядело крайне подозрительно, да и пахло тоже. Ноты сладкой ванили переплетались с чем-то смутно знакомым. Терпким, терпким, образуя причудливый аромат. Я склонилась над котелком, пытаясь уловить все оттенки странного запаха, навевающего воспоминания. Кажется, так пох... П-пох. Так пах мой костюм красной шапочки, выданный в детском саду на утренник, слежавшейся тканью, которую тщательно отстирывала мама. Голова закружилась от воспоминаний, губы непроизвольно растянулись в улыбку, а руки... Руки поправили яркий головной убор и плотнее прижали к себе корзинку. Скоро мой выход. Когда Эстерель вернулся в лабораторию, он был готов практически ко всему. Но судьба любит предподносить сюрпризы. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие ушки? Чего? Опешил вечно невозмутимый эльф. Походу, это какой-то кокс. Мы какой-то кокс сварили, ребят. Ты опять роль не выучил? Моему негодованию не было предела. Правда, возмущаться приходилось шепотом, чтобы зрители не услышали. Бабушка, бабушка, а почему у тебя такие большие зубки? И костюм перепутал. Не до тёпа. Тут же... Тут же прикус как у соблезобного тигра. Отдай-ка мне это. Заявил отошедший от ступора серый волк и попытался отобрать подарок, как для одинокой старушки. Корзинку этому троглодиту отдавать не хотелось. Даже пластмассовых пирожков для него было жалко. Это жадное. А вот... А вот нечего меня всё время за косички дёргать и мои конфеты за обедом воровать. Скандал вышел знатный, чуть не прошедший до руководителя. Господи. Когда еле отобранный котелок был в руках у упомянутого эльфа, а незадачливая помощница доставлена в медицинский кабинет, Эзарель вдохнул с облегчением и призадумался, как это недалёкое создание из ингредиентов для банального зелья от ушибов умудрило создать тень иллюзий. Ну, ГГ всё может, если вы не знали. Так, прогресс у нас там, да, намечается. Так, ну пятую, шестую мы с вами смотрели, если не смотрели... Ну, я вот уже натыкал тут, поэтому, сори, мы сейчас это посмотрим. Если вы не видели какие-то концовки, можете посмотреть в предыдущем ролике. Можете либо найти на канале, либо ссылку я оставлю в описании. Ночью провела... А, ну, зачем я это читаю, господи? Нужное зелье я приготовила быстро, и в оставшееся время решила развлечь себя более тщательным осмотром местных достопримечательностей. Не открыть для себя ничего нового, я почти разочаровалась, но тут на глаза мне упалась небольшая скрытая ниша. Аккуратно её исследовав, я наткнулась рукояткой на что-то стеклянное, напоминающее флакон. Любопытная находка гордо именовалась эликсиром правды, о которой мне как-то рассказывал Керу. Но не могла же я упадет в такую замечательную возможность. Когда ещё выпадет шанс узнать то, что действительно думает обо мне Изорель? Всего пару капель. Ай-яй-яй. Только вот неожиданно скрипнувшая дверь заставила дрогнуть руку, и протрачное зелье вылилось в котёл полностью. Я дёрнулась, быстро спрятала улику под стол и обернулась. Ты меня напугал. Эльф на это только хмыкнул и подошёл ближе, разглядывая получившийся результат. А я скрестила пальцы на удачу. Ты справилась с заданием? Завтра точно снег пойдёт. У меня уже вон дождь пошёл, поэтому... Почему бы и нет? Голос алхимика был полон иронии. Я не ответила. Лишь навела зелье в изящный флакон и протянула ему. Нервы были на пределе. Глава абсента ещё раз тщательно осмотрел местный аналог Новопосида... Новопосида... Для Икар, а затем и продегустировал. А почему не Тантум Верде? Это же вроде как новый хит, нет? Дальнейшее развитие событий было неожиданным не только для меня, но и для эльфа. Его пальцы разжались, тонкое стекло осколками разлетелось по полу, а фигуру окутал плотный красный тумар. Туман. Через мгновение передо мной предстал таинственный незнакомец. Только в этот раз его лицо не скрывала маска. Состыв на месте, мы в полном шоке смотрели друг на друга, пока не раздался отчётливый стук в дверь. И? Алло? Эзарель очнул... Это что, музыка из них? Объясним, он факт? Вот, вот, блин. Эзарель очнулся, первым приложил палец к губам. Тссс. А затем ретировал в окно. Ретировался в окно. Когда на пороге возникла Экар с очередным заданием, я легко позволила ей увести себя из кабинета. Всё ещё пребываю в полнейшем ступоре от происходящего. Необъясним, он факт. Да-да-да. Не знаю почему, но я всё-таки считаю, что вот этот тэнс и незнакомец это лифтан. Ну, не знаю. Остальные как-то члены гвардии не подходят в эту роль. Не знаю почему, но так. Итак, шорность там дальше. Какая концовка должна быть? Ага, восьмая, хорошо. Восьмая. Ладушки. Ладушки. Не придумав ничего лучше, я схватила с полки одного из шкафа тёмный полупустой флакон и соскребла туда остатки неудачного эксперимента. Признаться в собственной некомпетентности и порчи ценных ингредиентов не хотелось. Окей. Стоя к эльфу... эхидных замечаний я с интересом наблюдала за процессом. Ой, да ладно. Не прошло минуты, как глава абсента вместо очередной критической тире... эээ... тиреады выдал нечто похожее на... А затем его фигура окутала плотная голубоватая дымка. Ой, ха-ха-ха. Чудо, прочитав мне длительную лекцию о том, что нельзя экспериментировать на фамильярах. На фамильярах? Икар, по-моему, ты немножечко ошиблась. Интересно, а как Браун не отреагирует на скорое... на скорое приручение крыльязмов одного знакомого эльфа? Миленько, миленько. Это было прекрасно. Ладно. Так, сейчас должна быть концовка девятая. Господи, это просто прекрасно. Ой. Хорошо. Концовка девятая. Такс. Ну, вроде должно тоже получиться. Настроение быстро шло на поправку. Я почти праздновала победу, так как данное зелье готовилось довольно легко. Основную трудность представляла сбор ингредиентов, а именно лунной росы, который со мной и подружески поделился Невро. Он с кем-то может еще поделиться. Просто так. Никак не там не попробовать поприставав даже. Даже не похоже на него. Тогда я еще верила, что он сделает это из добрых побуждений. Эс появился в тот момент, когда я уже была... Когда уже было готово. Когда все уже было готово, господи. И эликсир умиротворения для Мика был налит в небольшой флакон тонкого стекла. Надо сказать, что очень полезная штука, когда глава гвардии света в гневе. По-моему, Мика его надо пить просто, как, я не знаю, корвалол, как валерьянку просто, о боже, закидываться им каждую минуту. Потому что он все время злится. Я сама оценила. Небольшой глоток и все проблемы мира перестали меня волновать. Утреннее раздражение кануло в небытие, а губы так и норовили расползлись в улыбки. ЛСТ? Нет, не ЛСТ. Эльф кинул на меня задумчивый взгляд и аккуратно повертел флакон, подставляя содержимое под лучи солнца. Зелье мягко переливало с перламутром. Похоже, ты наконец-то сделала все правильно. Кто чаще загружает себе работу, чтобы закрепить результат? Садист. Эй, я девушка приличная. Теперь до свадьбы готовить не буду. Дегустирующий зелье Эльзахрель подавил изрядные порции кашля. Ой, кашля. Подавил изрядные порции и закашлялся. Я смотрела на шарашенного главу Абсента, а с головой творилось что-то неладное. Впрочем, взгляд эльфа тоже как-то странно поплыл, и он весьма неловко определился напротив меня за столом. А ты симпатичный, просто милаха. Правда? А у тебя нос длинный. Пока мои руки самозабвенно тискали щеки алхимика, он коварно щелкнул на меня по носу. Короткий. Длинный. Что? И вообще, не приставай, у меня уже есть... Кто она? Эльзахрель, хоть ты и не мой фаворит, но быстро сказал, кто она. Ох ты ж, елки. Это... Это Санс? Папирус? Это... Это Папирус? Андертейл меня преследует. Заявила Терейл, ловя с третьего раза руку. Местного анатомического скелета и снежищу целую костлявые пальцы. Вот... Вот... Вот теперь понятно, почему ты в игре не хочешь, чтобы к тебе прикасались. Тоже мне суповой набор. Ой. Невра. Стоявший в дверях лаборатории Невра еле сдерживал вручусь и наружу хохот и старательно записывал представление на местной анхалакитеке. Небольшая подмена 100 новых ингредиентов себя полностью оправдала. Шуть. А если бы это выпила ГГ? Он как бы об этом не подумал? И кажется, это зелье предназначалось для Мика, верно? Если бы Мика это выпила, он представляет себе, какой бы его трындец ждал. Ладно, я уже сбилась. На какой мы там концовке? А, следующий десятый. Окей. Просто Невра хоть мой фаворит в Элдаре, но он тоже, блин, зараза. Шутник. Так, шо у нас там? Это. Так. Так. Так и так. Когда за спиной раздалась резкая бах, я подскочила на месте, крепко сжала в руке большую ложку для помешивания и с разворота припечатала ей источник звука в лифийский лоб. Голова абсента рухнул на пол, как подкошенный, а я так и застыла над ним. В ужасе понимаю, что теперь-то точно плакала моя алхимическая карьера. Или нет? Походу, у меня опять мышка нажала на два раза, я шо тут упустил. Напоить бессознательного эльфа только что приготовленным зельем контроля времени было довольно просто. Надеюсь, я все сделала правильно, и при пробуждении он будет уверен, что только что зашел в лабораторию. Осталось затащить его до двери, старая... До двери и постараться придать вертикальное положение. В задумчив... В задумчивости размышляя, как же мне все это проделать, я не сразу заметила, что тело из ареля поддер... Поддернулось с легкой дымкой зеленоватого тумана, а раздавшийся с пола голос стал врасплох. Ой, какая пуся! Ой, какая пуся! Вы посмотрите! Он такой маленький, такой милый, и хочет меда! Почему мне это напоминает Винни-Пуха? Ладно. И где мой мед? Резко вынырнув из раздумий, я посмотрела вниз на источник звука. Обнаружила детское и возмущенное обиженное личико главы абсента, и потеряла дар речи. Кстати, по логике вещей, он должен был уменьшиться без одежды. Или в этом мире это так не работает? Ну ладно. Ну? Синеволосый карапуз был чудо как хорош. Яркие зеленые глаза слегка курнулся носик, пухлые щеки и губки бантиком. Мм, пуся. Довершали образ аккуратно. Остренькие ушки и длинные собранные в хвост волосы. Всегда мечтала посмотреть на него без этого хвостика. Ну, может, длинные волосы. Не обещали отдать сладость, если я приду сюда. Что? Шок все же не желал проходить, но одно я понимала легко. О, четко. Придется идти к Мико и каяться во всем. Хочу сладкого! Тогда нам нужно идти в кристальный зал. А вот там у тети Мико пряничный домик и медовая пасека. О, господи, это неподдельная радость! Черт! Кажется, пора менять фаворита в Алдарии. Хоть я и не люблю такой тип, как Изорель. Я, подхватив малолетнее чудо с загорящимися глазами на руки, рванула к главе гвардии света за помощью. Ох, от Мико тебе хана, стопроц. Такой лапочка. Даже неохота этого признавать. Так, следующая, по моим расчетам, должна быть концовка двенадцатая, да? Даже нет? Она была уже? Ну да. Значит, четырнадцатая. А что за шипка в рецепте? А, это главный рецепт, по-моему, правильный. Да. Ну, вот это я еще открыла, тоже натыкала за кадром, я уже, наверное, говорила, а это мы с вами тоже прошли. Тогда у нас осталось, что получается, четырнадцатая и пятнадцатая. И все. Окей. Четырнадцатая, пятнадцатая, концовка, хорошо, вперед. Поплыли? Вперед из песней. Главное, с какой? Пятней вишней. Я резко выдернула пробку из резного флакона и закашлялась. На глаза выступили слезы, а руки ослабили и выронили бутылочку. Коричневатая жидкость разлилась по полу, а запах стал просто тошнотворным. Еле сдерживаясь и зажимая нос рукой, я неожиданно почувствовала легкий сквозняк, скользнувший по комнате. Температура в лаборатории будто понялилась на десяток градусов, и по спине пробежали неприятные мурашки. Ой. Мгновенно развернувшись, я застыла на месте. В одном из самых темных углов, заставленном декоративными вазами с полезными сухоцветами, стояла девушка. Черные одежды оббивали встроенную призрачную фигуру и колыхались, словно здесь гулял сильный ветер. Я сутрожно вздохнула и пыталась закричать, но голос перестал мне подчиняться. Тело также словно застыло на месте. Видимо, мой испуг заставил ее сделать первый шаг. Эй, я что, такая страшная? Между прочим, это один из моих любимых нарядов. Да почему клевый наряд? Никогда бы не подумала, что привиденные привидения, господи, бывают столь обидчивы. А вдруг она меня сейчас убьет? Отомри уже и подотрей ту гадость. Ну и запах. Сколько лет здесь живу, а такое ощущение впервые. И какой дурак заявил, что после смерти ничего не чувствуешь? Я все-таки заставила себя сдвинуться с места и быстро вытерла коричневое пятно. Дышать стало легче, дышок постепенно проходил. А кто вы и сколько здесь живете? Неуверенно спросила я, не в силах держивать любопытство. Да и привидение было относительно дружелюбно настроено. Никакими цепями не громыхала, не завывала, даже особо пугать не пыталась. Могла бы и сама для начала представиться. А спрашивать девушку о возрасте вообще-то неприлично. Извини, я... Меня зовут Ши. Извини, если от... Отработаешь? Как? А нет, заберу с собой. Воу. Призахихидно улыбнулся и махнул посохом с кроваво-красным камнем, который полыхнул с полохом красных мест. Ярких, господи, прости. Что я должна сделать? На тот свет мне не хотелось, а в намерениях девушке сомневаться не приходилось. И видишь ли, я считаю, что умерла слишком молодой. Впереди у нас только всего интересного. Веселые миссии, путешествия, любимая работа. Да даже банальное наставление врагов будущему мужу. Что? Но планы на блистательное будущее рухнули, словно карточный домик. И что я имею в итоге? Возможность к запугиванию знакомых девиц? Призрак в ярости ударил ногой по вазе. Нога протон сквозь нее, не причинив никакого вреда. А я стояла и пыталась переварить полученную информацию. Короче, есть вот один эльф. Мы с ним как-то вечерком разговорились. И пришли к мысли, что я могу вернуться к жизни. Но для этого необходимо найти мое тело. Это и станет твоей задачей. Что? Я тебе Лара Крофт, что ли? Господи, это шутка опять в каком-то мере. Не знаю, почему меня бомбит, но потому что у меня фамилия Крафт и Крофт... Охей. Не хочешь? Ну так я с тебя сейчас быстренько банши соображу. Камень в посохе вновь сверкнул алым огнем, и тонкие красные лучи потянулись ко мне. Стой, я согласна. Только где мне его искать? Так-то лучше. Я перенесу тебя в нужное место. Только розы с собой прихвати. Да побольше. Нынче в том лесу неспокойно. Покойники так и шастают. Всю атмосферу уединения портит... Да и мой взгляд... Эстета. Фау. Их просто не переносит. Какие покойники? Зомби восставшие, неупокоенные. Не тратить мое время понапрасну. Берите ты и в путь. Мне, знаешь ли, надоело в том неприглядном виде по штабу вразгуливать. Я схватила охапку оранжерейных роз, предназначенных для эликсира вдохновения. В принципе, нормально так, роз для эликсира вдохновения. И коснулась протянутой руки призрака. Пальцы прошли сквозь туман, заставив меня сдрогнуть. Девушка хмыкнула. Неожиданно комната перед моими глазами смазалась, а затем и вовсе исчезла. Когда я вновь смогла прийти в себя и открыть глаза, то обнаружила, что стою в совершенно незнакомом мне в лесу. Здесь было... прохладно. Покорешно засохшие деревья клонялись к зиме. К зиме. К земле, а под ногами клубился туман. Вот почему как умирать, так обязательно в жутком лесу, кишащем различной нежитью. Ну, знаешь ли, мне вариантов не предложили. Чем оправдали, то и пришлось брать. А, чем порадовали, то и пришлось брать. Хотя я всегда стремилась быть оригинальной во всем. А где конкретно и от чего ты умерла? Почему-то мне тот звук знакомый. По-моему, это с дома у озера. Такой звук тун-тун. Если бы я знала, ты бы тут не стояла. В общем, как найдешь, позови меня. И про Розу не забывай. Не захотелось бы, чтобы тебя схарчили голодные зомби до того, как ты найдешь мое последнее пристанище. С этими словами призрак испарился, а я дрожа всем телом двинулась вперед. Где-то позади меня хрустнула ветка, заставив фронуться вглубь леса, не разбирая дороги. Еле отдышавшись после забега и прислушавшись... Да, господи мой язык! И прислушавшись, я неожиданно уловила в голове отголоски чужого голоса. Да прекрати так паниковать. Лес не слишком большой. Быстро справишься. Вот же зараза. Если бы она уже не была мертвой, я бы ее сама убила. Дергаясь от каждого шороха и кидая позади себя Розу, я начала обходить вверенную мне территорию. Тщательное изучение пока особого результата не принесло. Но радоваться-то... Радоваться, что вокруг было относительно спокойно, и никогда никто не пытался сделать мне самобеда. День уже клонился к вечеру, когда я наконец наткнулась на неприметный холмик. Пороший чертополоха. О, господи, прости. Радости моей не было предела. Наконец-то я смогу... А где вообще пруфы, что это ее тело? Позвавши по имени, я услышала тихий шорох за спиной и на автомате бросила туда предпоследнюю Розу. Раздалось уже привычное хмыканье. Прибереги эти шутки для совсем ужнирших. Получай свою могилу и возвращай меня обратно. Хватит за сегодня ужастиков. Я еще чувствовала облегчение от находки, когда все вдруг неожиданно потемнело. И в этом неприглядном мраке сверкнули... льдистые глаза призрака, наполненные серо-голубым светом. Эй, я бы поняла условия сделки. Голос мой неожиданно сорвался от страха, но вдруг стало немного светлее. А она вокруг встала немного светлее. Настолько, что мне удалось взглядеть ехидную улыбку на призрачном лице. Мою, говоришь? А вот и нет. Начинай сначала. И учти, лучше не звать меня, пока не будешь полностью уверена в том, что нашла нужный холмик. Мне что, копать что ли? Ши! Я, между прочим, из-за тебя от интереснейшего детектива оторвалась. И девушка начала растворяться. Подожди, пожалуйста, а Розы? У меня же осталась всего одна. И как я могу найти твою могилу, если у меня нет никаких опозна... Опозна... Опознавательных знаков. И даже ты сама за столько времени ее не нашла. Закричала я, давя слезами. Привидение уже практически исчезнувшее и остановилось. И ты поверила в эту сказку для малышей про цветочки? Девушка искренне расхохоталась. Ой, умора. Да нет здесь никаких мертвецов. А в лес я выйти не могу. Не пускай от меня туда что-то словно граница проведена. Вот если кто-то живой позовет. Она тяжело вздохнула, немного погодя продолжила. На месте пристанища моего тела на дереве кто-то вырезал фразу... Короче, что-то, по-моему, на... Это... Кто она? Господи. Господи, язык ворчей. На латыни, наверное. На латыни я вообще не прочитаю. Или это английский. Но у меня и с тем и с тем вообще беда. Что? Кажется, я забыла упомянуть об этом в прошлый раз. А ты начинай все заново. Призрак исчез полностью, вновь оставив меня одну. День все так же клонялся к вечеру, под ногами клубился туман, а в моих ушах... Не переставая, звучала я ехинае заново. Вмесье невыполним. Эх, за что ж вы так со мной? Леди Ши. Это было жестоко. Ну и, пожалуй, последний. Вот, пожалуйста, вот дадададан. Будет последний концовочка с героиней, точнее, с ОС, с самой Мио Раян. Господи, ее... Господи, просто, просто... Да, я не то сделала. Блин, черт. Ну ладно. Я туда посмотрела. Я... Надо пятнадцатую концовку делать, а я началась за шестнадцатую. Даже на... Ой, Господи. Мое настроение с утра было отнюдь не радужным. Я доскрыво смотрела на подготовленное рабочее место и желала только одного. Снова забраться под одеяло. Увы, Зарель этого точно не оценит, так что придется сначала приготовить зелье для подкормки оранжерейных роз, а затем отправляться в сладкие объятия Морфея. Я едва успела разложить ингредиенты для зелья в правильном последовательности... Последовательности? Последовательности? Да, Господи. Как дверь позади меня хлопнула. Неужели я все же решил меня проконтролировать? Эй, в смысле... Эээ, в смысле... Концовка была, или я что-то неправильно смотрю? Блин... А, мне все-таки на... Я по... Дарья Евгеньевна, вы вкусите, что вы идиот? Вы опять посмотрели на концовку номер шестнадцатую, и вам надо делать пятнадцать. Вы... Ау... Почему я такой дуралей? Ну, вот эта песня про оленя, она просто топ. Так, ладно, не налажать. Пятнадцатую концовку, не шестнадцатую, пятнадцатую. Не налаж... Не налажай, пожалуйста. Так. Так. Вот, должно быть правильно. Я почти закончила приготовление необходимого зелья, когда дверь в лаборатории распахнулась, ударившись о стену. Да, правильно. На пороге стояла моя подруга Миен. Она смотрела... Осмотрела комнату цепким взглядом, остановила его на мне и разразилась возмущенной тирадой. Эй, ты меня совсем не уважаешь, что ли? Сколь... Ээээ... Только не говори, что ты забыла о наших сегодняшних тренировках. Я ее, видите ли, по всей... Ээээ... По всему штабу ищу, а она тут компотики делает. А ну быстро пошли отрабатывать новый удар. Я тяжело вздохнула. Спорить с Миен всегда было... Самым бесполезным занятием на свете. Она на редкость упрямая, если что-то для себя решила, никогда не отступит. Поэтому проще сейчас оставить все как есть и проследовать за ней. Но с другой стороны, был еще и Эзереля с... Оказанным им впервые кредитом доверия. Что будет, я сейчас сбегу, не выполнив указанный срок задания. Даже думать не хочется. Я все помню, правда. Только подожди минутку. Мне осталось всего лишь довести до кипения этой зелии и разлить по флаконам. Подруга нахмурилась. Вот какой прок тебе в миссии от зелия для подкормки цветов? А удар нужно и уметь держать. Тебе же любой ребенок в бою одолеет. Эээ, я детей не бью. Это было просто сравнение. Бросай уже свои травки, и мы... Мы отправляемся владевать новыми навыками. Я, кстати, молот свой прихватила. Кстати, у меня тоже был ударей молот. А то пылился без дела. Пора осваивать его потихоньку. Она схватила меня за руку и потащила к дверям. Хорошо, что я успела к этому времени погасить огонь. Надеюсь, Эзарей не сильно расстроится от осознания того, что разливать готовый состав по флакону придется ему самому. Пока мы тараном летели по полупустому в утреннее время коридору, я не раз успела задуматься о том, как же меня угораздило напроситься к ней в ученики. Дорога много времени не заняла, и буквально минут через пять мы оказались в саду. Начнем с разминки. Радостно заявила мне эта энергичная девушка и погнала... Че? Че за музыка? Че это? Ладно. И погнала меня уже знакомым... Пятикилометровым... И погнала меня в уже знакомый пятикилометровый кросс по цветущему окрестностю. А, все, я поняла, что записано. Это из... Это из мыла. Типа, это... Как же там пелось-то, я уже не помню. Че-то, типа... Только тут станешь ты мужиком, но это странно, окей. Ой, компьютер что-то залагал. Где-то на втором километре у меня сбилось дыхание, на третьем резко снизилось скорость. Четвертый дался с ним с большим трудом, а пятый я просто ползла. Ползла, упрямо игнорируя комментарии Мьен о том, что я медленнее самого ленивого Берифлора. И тренироваться мне, оказывается, нужно гораздо чаще пяти раз в неделю. Не буду описывать все последующие пытки, называемые разминкой, но итогом ее стало то, что я прилегла под ближайшим деревом. И подруга все же жарилась надо мной, разрешила сделать передышку на пару минут перед разучиванием нового удара. Итак, сегодня мы будем изучать ответный удар на выпад противника. Твоей задачей будет уверен увернуться и провести собственную атаку, пока твой оппонент находится в замешательстве. Начнем с тренировки без оружия. А может не будем все так усложнять? Я от своих ударов пора даже уворачиваться не успеваю, не то что в ответ попасть. Напасть, наверное. Мой голос прозвучал настолько жалобно, что даже у каменного истукана дрогнуло бы сердце, но Амьен была непреклонна. Видимо, у нее оно сделано из куда более прочного материала. Приступим. Вымотанная до предела пробежками, отжиманиями... Не лагай. И растяжками я еле успевала отбивать довольно сильные удары от этой любительницы спорта. Эй, мы проходим сегодня у ворот от противника и ответный удар. Знаю, но может быть ты хотя бы немного снизишь скорость? Не расслабляйся, впереди бой с оружием. А столь ужас... Узас... Логопед! Мне нужен логопед! Узас... Это что такое? Ужасающие перспективы не настолько впечатлилась, что смогла... Черт, эта песня. Что смогла довольно плавно уйти в бок и даже нанесла не сильный удар по ее вытянутой руке. Вот, можешь же, когда хочешь. Девушка счастливо улыбалась, будто я не просто слегка задела ее, а победила как минимум в местном чемпионате на суббукном обороне. А теперь попробуем то же самое с оружием. Но у меня нет его с собой, мы же не заходили ко мне в комнату. А как мог... Я как могла отлынивала от продолжения тренировки. Зря надеялась, все мои попытки... Да блин, странная песня, опять придется наушник снять. Зря надеялась, все мои попытки давить на жалость оказались безуспешными, как всегда. Тебе будет достаточно пройти... Ой, достаточно... О, песня кончилась. Тебе будет достаточно просто уйти от удара и нанести мне ответ на безоружие. В ее собственных луках появился внушительных размеров молот и я... Сука, Мортал Кумбат. А, ладно. Блин, я не могу. Мортал Кумбат это моя слабая сторона. Что... Эээ... Эээ... И нанес... И занесла молот для удара. Ай... Инстинкт самосохранения сработал на славу. Я ушла влево и даже умудрилась подставить своему тренеру подножку. Но не ушла одного. Миян очень быстро... Огруппируется. В попытке сохранить равновесие девушка сделала шаг вперед с разворотом на 90 градусов. И молот по инерции ее движения угодил мне в плечо. От резкого удара я упала на... На... Примятую траву. Острая боль вновь пронзила явно сломанное плечо. Крик застрял в горле. Я еще успела услышать ее фразу о том, что мне стоило еще больше... Есть больше каши, а затем провалилась в темноту. Нокаут. Ты никогда не выиграешь. Вообще там какой вариант не выбери, все равно ГГ проиграют. Поэтому ты никогда и не выиграешь. Что ж у нас получается? Мы открыли с вами все концовочки. Очень приятно. Очень приятно. Я не могу просто перестать смотреть на этот постер, он слишком шикосен. Что ж, ладно, давайте на этой ноте вот так и остановимся. Нет, давайте вот так. Вот так, чтобы всем было приятно. Что ж, довольно было весело. Еще раз спасибо Вике. Виктории забыла уже опять фамилию. Молодец. Ну вот, спасибо тебе за то, что скинула все статы для прохождения всех концовок. Блин, реально, очень большое тебе спасибо выручила. Мне просто самой все это протыкивать было бы очень лень, и это было бы очень долго. А так мне сразу подогнали халяву. Поэтому спасибо тебе большое. Вот такая вот новелка интересная. Опять же, ссылку на нее, на группу разработчиков, на МИО РАЯН. Я оставлю все это в описании. Также вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте. Там бывают всякие шутки, которые вы не найдете на канале. Оповещения, когда, возможно, у нас не бывает роликов или что-то еще. И еще, может быть, что-то интересное для вас найдется. Может быть. Ну а так в целом, ребят, если вам понравился этот ролик, как эта новелла, поставьте ему лайк. Поддержите меня этим самым лайком. Также можете подписаться на канал, если вы здесь впервые. И в целом, ребят, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем хорошего настроения. Там, блин, не знаю, меда побольше, шоколада. Вообще. Всем удачи, всем пока.